Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 И дальше вырастает гармония, дальше вырастает не крещендо каждой шестнадцатой, а вырастает гармония, крещендо аккорда, а не крещендо мелких монтаж. Я понятно показал, да? То есть не это чтобы не было, а пойми Я не знаю, что там в рахмане написано форте, но все-таки она, мне кажется, не должна быть столь звучной с самого начала, да? Вот она все-таки появляется где-то так же далеко и, может быть, даже не столько... Это какая-то звукоизобразительная музыка, да? Скорее, все-таки, как часто это у русских композиторов, и не только у русских, все-таки это психологическое, да? И поэтому здесь хочется, чтобы она была честью этой компании То есть есть ощущение вписанности в эту гармонию, и в то же время, конечно, она имеет свой собственный тембр И вот в этом здесь ключевая задача этой прелюдии, понимаешь? Найти разницу не в динамике между тембами, а комплиментами, а найти разницу в тембе Как если бы ты... Очень много русских музыки склоняются к хоровой фактуре, да? Неважно, что это... Неочевидные вещи, да? Ну, собственно, и есть хор, да? Или... Уже не очень очевидная вещь, да? Казалось бы, это квартет, и в то же время все равно партет у Чайковского тоже тихо-тихо, или совсем далекие вещи, ну, не знаю, вроде... Не знаю уж, что привести... Вся идея гармонии Рахмайнова в этом этёде, она заключается в том, чтобы найти основные гармонические тона в коре, да? И не основные. Тогда стоит спонятным, почему композитор 20-го века? Понимаешь, да? Потому что вот есть... Да, недавно он любил джаз, когда уехал в Америку, и говорил, что как замечательно вы сделали мы обработку для джазового, для духового оркестра. Ну, в самом деле, ему это нравилось, хотя, может быть, он, конечно, рукаил, кто знает. Вот, и здесь это не исключение. Это же хоровая фактура, которая разложена в правой руке для создания ажитатов этой фактуры, да? Вот, и, как в любом хоре, хористы, я неправильно сказал, они подбираются по тембровому единообразию, да? То есть, если в хоре есть какой-нибудь бездлявый сопрано, какой бы ни был красивый голос у неё, да, её нужно изгонять, потому что она будет нарушать вот это единство, понимаешь, да, звучание? Вот, и поэтому совист у тебя, он должен быть и с хором. Он не должен быть шаляпином, да? – Ну, вот. – Ну, я думаю, что ты ударяешь, ну, а ты можешь, вот сейчас не обращай внимание на этот хор, И сыграть прямо как часть фактуры, не кончая, не тише. А теперь можно сыграть, раз уж ты так играешь, пусть пока так остается. А можно теперь сыграть бесконечно одинокой печи? Все-таки в этом смысле музыка. Концерт вообще есть только две ноты, не три, не четыре. Две ноты без стеца. По-прежнему. Это очень круто. Это очень круто. Просто. Еще раз. Вообще, музыка все время наталкивается на длинные ноты. Она все время наталкивается на безысходность. Она все время этими длинными нотами выражает, если хочешь, смирение перед ударом судьбы. Или надо оказать сопротивление в смертной схватке с целым временем. Вот здесь Сахманев не оказывает сопротивление на судьбе. Такое завершение. В конце. Да, да, да. Вот. И поэтому здесь вот эта какая-то бездонная печаль, безысходная печаль, все время особенно проявляется в длинных нотах. В длинных нотах весело. Особенно для длинных нотах. А ты можешь мне выдохнуть как птица с подбитым кровью. Упасть. Он тишит очень, а другими словами. А ты его, например, громче. Да. Вот последний нот. Предслышать, понимаешь? Опять же, в коре они поют ноту, а дирижер им показывает заранее. Ты дирижируешь после спетой ноты. Интересно, как бы дирижёры так держали? То же самое, тут такую же фактуру, немножко среди. Три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад. Слушай сумму, слушай сумму, гармония и тема вместе. Не раскладываем части, да? Фразеротик. Какие вместе? Три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-два-три-рад-д Соли от одиночества. Я изучил славу, потому что ты снимаешь... Здесь везде элеганты. После длинных пунктов зайца продолжить следующую. Конечно, еще раз сыграйте, все-таки послушайте сумму. Не надо солировать влево, не надо играть какие-то безликие ноты. Виртуозные ноты 16. Тише, 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 тише. А теперь уже эти груди бесконечно печально сыграете. Особенно в конце послушайте эту пустоту, которая рассеивается. Не надо. Тише, послушайте. Вот так. Так же дальше. Сум, 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 сум. У меня здесь пили разные гармонии, да? Ты играешь, ты играешь одинаково. Ну, а еще и со солдарем штатами тоником. Вот она зачем такая? Почему она у тебя самая громкая? Конечно, она же такая же, как первая, да? И здесь также. Можно закончить с сиром. Вот. Ирина, музыка скончается в ракеезе. Ты доехала до сих. Слава богу, все закончилось, да? Да? Можно отсюда? Нет, нет, нет. Вот, 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 вот. Вот, 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 столк. А здесь им надо толкать. Это все-таки... Вот там у нас было пиаресиво, и потом еще именно это стоит. А что он хочет здесь этим сказать Рахмайев? Он хочет, чтобы это было выдох и бессилие. И дальше опять все заканчивается. У него все время... У него все время бессилие. У него все время... Да, так же как... Здесь... Сияюсь... И здесь... Все время туманцы вниз. Все время это... Конец. Это все время беда. Это горе. Это печаль. Это неизбурная какая-то внутренняя пустота, одиночество. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Тоже как конец. Не надо здесь бояться того, что ты завершишь... Дальше внезапно. Вот это внезапный ход, да? Вот здесь немножко хотелось бы... Да, вот такой... Ничего хорошего не предвещающий колокол. Да, не громко, но... 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 Жутко должно быть страшно. Это вроде и есть. Это... Это громко. Это громко. Да. Да. Вот это... Да. 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 Фокус заключается в том, что крещена у нас не приводит ни к чему. Там есть максимум, что сфорцанда. А сфорцанда в рамках конец сила, да? То есть сархванифами писать ни форти, ни хванифартиссима, там ничего... Ни к чему это не приводит. Поэтому... Это сфорцанда, скорее, время. И вот как раз здесь десантс, вместе с основной гармонией. Нужно обязательно вместе услышать, да? Это будет уже немножко Прокофьев. Хорошо левое, но правое недостаточно. И поэтому получается опять громко. В гармонии ты просто слушаешь. Эдвенесим. Эдвенесим. И дальше будет сфорцанда. Эдвенесим. Много. Это ты, конечно, фортуру же. Вот так. Ладно, не больше. Прокофьев, как написано. Очень-очень понравился сейчас. Хорошо, хорошо. Только вот здесь как раз мы с тобой уже исчерпали возможности новостей. Поэтому если ты ищешь. Здесь нам лучше каждый раз рассказывать об этих новостях, то уже знаешь, что я хочу включить телевизор уже потому что уже перебор. Поэтому там чуть-чуть меньше этих... Меньше чуть-чуть замедления отсюда и меньше оттяжа каждый гармон. Для этого немножечко больше нужно вовремя показать. Тони с общим именомосом, но не третонотом. Да, как лицо? Нет, только нужно все успеть сказать. В этом темпе, о чем мы с тобой сейчас говорили, нужно обязательно сообщить обо всем. Просто это не должно быть именно в движении. Посмотрим. Лучше. Если кто-нибудь очень пихается, толкается по диез. Вот именно. Лучше. 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 А это не получается тебе высказаться. А нужно именно постараться все-таки сказать все важные слова в общем движении. Нельзя для этого останавливаться и говорить. Он был такой мутильным раньше. Паровозик из ромашки. Несмотря на это, это замечательный мутиль. Вот он вез зверей и все время останавливался. То деревом полюбоваться, то цветочек полюхать. Понимаешь? И звери никак не были, когда им нужно. Вот у тебя здесь такой паровозик. Цветочками нужно любоваться. Просто по дороге. Раз. Раз. Душа. Пускай. Душа. Пускай. Пучай. Четыре. Раз. Слава. Три. Чтобы этого не было, обязательно должен быть раз. Да, его не нужно показывать, но он должен быть немножечко... Событий не надо чуть-чуть. К слову, это... Четыре. Три. Капония. Опять, Альбов, может. Ноги не... Всегда ноги не будут. Это... Это... Пускай... Воскрывай. 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 Пускай. И воскрывай. Воскрывай. Но я не думаю, что эта интонационная рима должна быть так отделена, как-то именно, что возникает такая манерность. Конечно, в «Рахмане» очень часто начинается предложение «свыр», и они нельзя играть втекая. Это такая немножко получается интонация шапюновская «всвыр». Это не значит, что нужно этим пользоваться каждый раз, каждый раз, каждый раз, каждый раз, каждый раз. Это красиво, да? И даже в начале я не думаю, что это здесь уместно. Все-таки это всего лишь большая экспрессия. Я имею в виду в этом форте. Это не значит, что это должно быть такое форте, как, я не знаю, там, как… «Рахмане» когда первого опуса, горячий, молодой. Прям страшно. Да? Не знаю, это просто второе, да? «Рахмане», 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 «Рахмане». Не, а вот это вот очень важный поворот, да? Вот здесь вот ты играешь такую гармонию, как будто это что-то из обыденных доминантов и субдоминантов. А все-таки вот как раз здесь… Если мы с тобой берем… У нас в первый раз тоже было задержание «Рей» на «Рахмане», была вторая ступень, да, пониженная… Вот, блин, неабританская гармония. Вы проходили, да? Молодцы какие-то. Вот, а вот здесь уже, даже если мы берем это задержание, мы не сыграем просто… Это уже необычная гармония, даже без задержания, да? Это не какая-нибудь там была обычная, не британская, да? Это… Можно просто второй ступень из автоккорда. Да, очень даже красиво. Причем в си мажоре уже. А ты играешь так, да, подумаешь… Нет, прекрасно, только второй ступень из автоккорд – это вместе с правой, а на самом деле не работаем. А плюс еще для задержания, да, про диазин. А ты играешь, да? Тебе нравится куча надежды, у тебя надежда, то, что ты получишь большую зарплату в следующий раз. Да, нет, нет, это написано в рекламе. Поэтому это не должно быть «Ура» таким патриотизмом, да? Это разрешение, нам нужно лететь еще. Да, разрешение. Да, может, если вдруг появилась какая-то… А может, все будет хорошо? Да. Да, у тебя какая-то вот такая… То ничего нет, да? То уверенность в том, что на самом деле завтра у тебя будет… Да, хорошо. Хорошо, потому что мы с тобой сыграем теперь, где-нибудь там, не знаю, отсутствие со второго проведения, да? Тише, 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 слушай гармонию. Сейчас, танец. Разрешение. Не получается, потому что у тебя все время вылезает наружу правая рука. Она все время хочет сыграть какую-то… какую-то виртуозную музыку. Прям вот ей, вот хлебом ее не кормить, да? Обязательно послушаем гармонию. Да, вообще, тоже послушаем. Я думаю, только в этом затрате слушаем гармонию, как мне это нравится. Сейчас ничего не дал pog습니다. Нечего, никогда решить. Сушаем гармонию. Разрешаю? Не-не-не, это уже сразу много позиций, да, с пятого пальца вверх. Четвертый, пятый. Здесь нет левета, это не обязательно делать. Вам нужно сохранить темп, это важнее чем левета. Чем это легато, оно все равно коляк получается. Номерки у этого учения, да. Спасибо большое. Ну, как-то его обязательно услышать. Четвертый палец. Да. Да. Не-не, послушай меня, пожалуйста. Повтори за мной. И, по-моему, ночью играть, а ты уже подобишь события. Можно так. Может, так сказать. И, по-моему, он не будет с тобой. Не-не, ну, вероятно. Да. Там и вниз будет. Не-не, да. Не-не, да. Не-не, сто-дис. Не-не, сто-дис. Генеально, подобрали текст, опять мою мелодию. Нет, мы только давай играем отдельно, чтобы она была одной длинной линией, да? Мы не можем сыграть с тобой по слогам. Это все одна фраза, и слушай дальше это длинное много продолжения, дальше продолжения, дальше и пропусти спять и все. Можно? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, ши, б, си. Сложно текст, да? Сложно? На третий раз попробуем, получится, на другой, на другой последний раз. Задакты, задакты, надо снимать руку. Нет там, нет там снять, это нет фаза. А что ты снимаешь? Покажи мне, пожалуйста, где есть фаз? Покажи пальчиком. И что? У тебя что рукой не дойдет? Покажи пальчиком. И все, которые смогут сыграть лига? Это очень легко выглядело. С положением. Спасибо. Покажи пальчиком. Спасибо. Покажи пальчиком. Покажи пальчиком. Покажи пальчиком. Нет. Нет начала, нет продолжения. И кощана там есть. Ну, тогда уж нужно играть как-то песни. Там вообще вторые доли есть. В общем, я тебе очень советую в таких словах. Вообще, каждый раз, когда мы сталкиваемся с такого рода полифонии, которая прерывается какими-то другими голосами, пусть даже и очень удобными, для которых нужно снять основную ноту, основную длинную ноту, мы в этих случаях обязательно сначала должны выучить все-таки ее длинную фразу, ее длинную линию лигатора. Что бы там ни было написано. Даже если там написать паузу, более так. Я сейчас не могу привести какой-нибудь пример. Ну, собственно, идея понятна. Не нужны мне такие примеры, да? Мы выучим обязательно ее мелодическую. Потом мы ее можем для профилактики сыграть таким образом. Тогда у нас уже есть и одна линия, и вторая линия, если бы левая рука еще сыграла свою партию. Ну, в смысле, вот эти вот коменты, да? Было бы совсем меняемо. А уже дальше, когда у нас есть это представление о том, как это должно быть в идеале, да? Уже тогда мы потихонечку соединяем одной рукой вот эти вот две линии, потому как они... А если их три-четыре, да? Они, поскольку имеют самостоятельное развитие, самостоятельное строение, они не могут быть сыграны по очереди. Это как в полифоне, да? Мы же с тобой не играем... Ну, я не знаю... Фуку Баха, слушая по очереди каждое тело. Мы все-таки слышим параллельно, а сколько там там? Ходит пятьдесят был бы для помощи. Это знаменитый случай с Моцартом, который пришел, будучи маленьким со своим ребенком, после службы, и записывал тридцатигавостных хоров по памяти. Это же не значит, что он слышал каждую вертикаль. Это невозможно запомнить. Это значит, что он слышал каждые тридцать голосов линеальных. Вот что ведь ужасное. Да? С этой же мыслью повеситься можно. Как это вообще? Для человека, в реальности. Может быть? А мы можем... Ужас. Слушаем продолжение. Продолжаем пещено, маленькое пещено. В конце уже было лучше, чтобы мы опять попустили эти вторые доли. Ну, в следующую часть. Хорошо. Можно и замерка? А суть? Нет, мы сейчас не по старому, мы сейчас слушаем только и только. У вас на все остальные, как то лучше. С правой, как получится, и баска. Увидеть. Слушаем хорные волки. Не ударяй за такты. Продолжаем пещено. Тут китало слушали, да? Отвлекаешься на всякую... На всякое окружение. Хорошо. Они должны быть сэндонированы к следующей ноте. Об этом пишет рахманинов, который со слабой ноты начинает вырвать, да? И подчеркивает вторую ноту. Ты почему-то подчеркиваешь... Некрасивая, да? А для того, чтобы это хорошо получилось, для этого обязательно стакт твой ноты должно быть продолжение предыдущих видов. Ты сейчас играешь просто немножко легче, и получается все равно по слабаму. Слышно? В. А. 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 Бесперевольное уйдение... То есть, все время спотыкаешься на длинную ноту, да? Хорошо, пока пойдем. Я здесь не разглянулся до той степени, что приходится потом два раза тормозить в четвертой доле. Все-таки это должен быть один темп. Вот такая возможность. Тогда ты играешь. Смотрите, как я чистый. А потом тебе переключу. Так себе это получается. Все-таки тебе там хочется быстрее побежать, а в концах, наоборот, сесть на пенек, съесть пирожок. Нет, это не твой темп. Ты не сыграешь четвертую долю в этом. Идея вот этих звеняющих где-то вдалеке бубенцов, которые удаляются, здесь они к вам приближаются, да? Она здесь целиком грустно звучит в левой руке, да? Поэтому чем выразительнее ты услышишь паузу, тем будет лучше этот образ, да? Потому что ты играешь как раз без пауз. У тебя будет такой марш на три, да? Немецкий. А может так вот немножко сыграть? Одну левую ручку. Да, посмотри, ты играешь в инструмент. Я бы сыграл из инструмента. Звук. Звук. Можно твой пальчик, да? На педаль нажми. Видишь, да? Получается звонким, но не грустным, тяжелым. На педаль нажми. Вот здесь будет 4. Дальний дочек. Не так. Да, неправильно, ст 123. Не gut. И твои рути звучит, значит, это очень разнообразно. Совершенно вернее. В этом вот под хвостовое движение. Такие движения. Такие движения. Да да. Они ведут к хвостному чтению. Да-да. А на свою очередь все они вместе. Они, движение нашей тройки, с тобой устремляют, ты немножко играешь так, как если бы это трудно себе представить, все-таки к основной ноте, она у нас с тобой, нет, нельзя так начинать, не прячется, не прячется. Хорошо, нам с тобой осталось послушать вот эти гармонии, которые расшифровываются в этой четвертой доле. Ты играешь, тебе не очень интересна эта гармония, а тем более она тебе не интересна в продолжении, она, между прочим, имеет развитие, да, и здесь, и везде, она имеет развитие вот и в теме, и в этих шестнадцатых полеводиях, поэтому обязательно их нужно послушать гармонически и мелодически немножечко подробнее, не шире, а именно с адаптивой, да, подробнее. Понимаешь? Нет, у тебя гармонически не работает, да, у тебя там боишься, да, послушать эту интонацию, послушать, как мелодию ее, да, вообще здесь в левой руке появляются, как мне сказать, вот эти шестнадцатые, которые в левой, они на самом деле развитие этой темы, да, потому что она была у нас с тобой как белка в колесе, да, как птица в клетке, она металась в рамках этих октав, и, в общем, не было больше, да, ну, там, это не считается на это одно место. Вот, а здесь в левой руке эта тема становится самостоятельным персонажем, пусть ненадолго, пусть только на одну долю, но все-таки это происходит, и поэтому наша вторая задача обязательно выдать ей больше интонационного мелодического смысла. Ты играешь, это... Мелодия... Да, только она заканчивается вселенной, да, но снова слава богу попала. Ну, давай дальше... Сюда, да... Месяц, край, послушайте, в общем, твоя винар третья группа, два, два, два... Ну, здесь, как я начинаю, что это в конце, потому что это ноты, да, а нельзя без замедления сделать это все четыре раза. Нет, 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 это очень тяжеловесно. Ты играешь, там, немцы маршруют. Ну, сон, три... Ты играешь, раз, два, три... Зачем ты мне три раза это на Зойлю повторяешь? Ты мне сыграешь один раз это. Это одна идея, которая имеет три части внутри структуры. Хорошо, я могу сыграть медики, пожалуйста. Ты понимаешь, что ты играешь? Ты знаешь, что ты играешь? Назур. Гармония. Первая, 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 первая. Что для нас важнее? Нам важнее это нота и дальше продолжение темы? Или нам важнее с тобой закончить в тренде и уже где-то дальше взять дыхание? Потому что если мы то и другое делаем... Заметей небольшой, да, как ты делаешь... И потом у тебя еще... Уже хочется просто встать в больнице и закончить их, да? Поэтому все-таки я думаю, что важнее на чем-то одном сконцентрироваться. Вернее, правильном. Поскольку у Рахмани написано ретанута, собственно, оно написано, а паузы дальше нет, то я думаю, что все-таки это в приоритете. А дальше остановка уже и так есть для ретанута, да? И мы дальше из этого радиеста должны уже, собственно, с него вытекая уже следующая фраза. Ну, так как... Ну, а понятно, да? Только сначала... Садись... Садись, в разрешение. Да-да. Вот сейчас, в хороший раз, слушай. Дальше... Продолжение следует... Садись, садись, садись... Какой-наче поднимается Можешь нам с тобой сыграть это все без повторов? Ты играешь для народов крайнего севера. Еще раз, еще раз, еще раз. Нужно по-разному, интенсивно по-разному, в гармонии послушать. Съение на одно лицо. Легко сказать и трудно сделать, что же вы меня хотите-то вообще, надо же понять. Да, мы с тобой разберемся. Я сейчас опять чего-то без зубов прошу. Давай попробуем. Не пошло. Интересный вариант. Пока ты выбираешь текст можно, я скажу. Ты внутрь посмотришь и вспомнишь географию вообще. Химия, физика и т.д. А я только скажу, что вот эта интонация здесь, здесь подсказка, да? Она, собственно говоря, по штрафу. Поэтому здесь мы с тобой должны играть не по три, как вообще-то написано, да? То есть раз, два, три, раз, два, три. А мы с тобой должны играть, по самом деле, по двое, да? То есть здесь, как это называется, гибиола, да? Умница. Да, где два, три. Там зашифровано, да? И сложные слова тоже не знаю. Но главное, что у нас с тобой здесь, в треудольном размере, все-таки интонация дудольная. Можно нам с тобой синтонировать это как... Да, хорошо. В смысле, мы сейчас просто играем на два. Это не больно, потому что это время. Вот. Но зато нам с тобой нужно именно синтонировать теперь на три. Маленький. Желенький. Маленький. Другой. Другой. Маленький. Другой. 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 У тебя с добреньким не очень хорошо получается. Васковый давай. Во. Конечно! Васковый. Васковый. Другой. 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 Удругой. Другой дедушка. Конечно. Другой. Другой. Да нет, он у тебя не добренький и не дедушка. Он у тебя не... Юринский, милый. Особенно вторая. Я понимаю, что для тебя голос очень важный, но мне кажется, что надо так быть слышным. Не надо его так басить, он здесь скорее как бедаль звучит, его не нужно выделять. Мне было знакомо, когда его спросили, что Сварцандр сказал «выделение». Не надо этого здесь делать, ладно, пожалуйста, здесь нет, а это просто нота вписана в гармонию, часть гармонии. Вот это как сразу мы вляпались, а там вот это вот… И первый раз у тебя си диеза там тоже нет, а ты играешь или не очень? Скорее не очень, чем да, да, вот это вот? Да. А, спасибо, си диез. Да, да, то есть ли мы можем на месте, да? Но я думаю, что там квакает, да? Но мы хотим, чтобы вы только где-то не пропали. Мы глянем на главу. Ты везде это слышишь, да, и поэтому получается здесь какая-то немножко каша. Это обязательно нужно услышать, потом, конечно, ты будешь автоматически играть самую получившую тартурцию на три. Но умение услышать два на три даст свободу в интернации, свободу в микрофразировке. Потому что ты сейчас держишься за три, а она, вроде бы, и есть в правой руке, а на левую руку может сыграть только на три и никак иначе. И поэтому она все время здесь диктует жесткий метр. Вот это ужасное место, поэтому слышно, что его никак не заехать не влечет. Собственно, как и все остальное, но просто здесь оно почему-то все время у всех получается квадратными способами. в этом темпе, а значит, у нас там с тобой вообще структура затапкивает. Вот это раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, два, три, три. Можно мы с тобой сейчас сыграем с этой второй долей, с начала длинной ноты? Можно мы с тобой сейчас сыграем «прищины иоченьы ираны» к синониму? Ксеновичей. Ты думал, вспоминаю, что такое «прищины иоченьы ираны»? — Какое-то даже. — А, я так и подумал... Смотрю, это два, три, это четыре, а вот это раз. Вот это действительно сильное доли мы с тобой выбираем «прищины иоченьы ираны». Для этого мы с тобой должны начать немного сем… Подожди секундочку. Для этого мы с тобой должны начать немножко левчу, Потому что если мы сразу строим битву, то мы собираем крючок очень рано. Значит, еще раз. Послушай меня и повтори. Сейчас. Даша книга. Мы с тобой сейчас подобрали текст. Сейчас, еще раз, внимательно. Мы с тобой начинаем сразу с движениями. И у нас первое животное левое руке начинается движение вперед. И крещенка, и очередная. Три раз. Еще раз. Три, четыре раз. И последний раз. Замечательно. Теперь мы с тобой играем с этим же ощущением. Мы не играем реального крещенка, мы не играем реального очередного. Но играем с ощущением этих самых задач. И слушаем левую руку, как мы с тобой раньше договорились. На два. Вместе с гармонией. Объединяем гармонию. Кроническое наслышание. Объединяем левую правку. Да? Вместе с текстом на три. Сейчас такая степень. Нет, как за… Нет, как за… Нет, еще лучше, лучше левую руку не та выпила. Взять на два и должно быть, да? Ок? Взять на два и должно быть, да? Взять на два и должно быть, да? Жалко. И для нас сейчас ещё одну следующую задачу. Мы с тобой теперь должны из этих четырёх сыграть одну большую. Для этого мы начинаем с верхушки, но не с акцента, а как бы наполнив лёгким дыханием, да? И потом этот воздух тратим постепенно до конца, да? Понимаешь, да? То есть для этого должно быть ощущение вот этого длинного дыхания. Оно может растягиваться, оно может, как я сейчас сыграл, да? Где-то свободнее, где-то… Но если ты слышишь эту длинную фразу и чувствуешь это длинное дыхание, то мелодия не порвётся. Вместе с тобой. И нам нужно совершенно прийти к этому абсолютно изысканному пианисту. И потом нам нужно с этой тишины, с этой звенящей тишины начать следующую фразу. Нет, нет, ты начинаешь очень реально. Да? Можно с тобой соединим… Не знаю, кто-то… Ам-ля-ди-с-бокер… Ты очень успокоишься о правой руке. Как бы там звучали все терцы обязательно? Как же терцы ты в этой жизни? Правильно, но они должны быть внутри гармонии. Внутри этого гармонии… Для этого нужно затаиться и внутри музыки услышать абсолютно эти швы. Так же, как и этот… Например, здесь… И там вот эти вот 7 минут – вот это вот кошмар. Без всяких изменений практически. Все при перенеси. Вот. А ты даже одну долю не можешь так сохранить. Для того, чтобы это получился. Всегда такое уже упражнение. Просто таки образом. А вот ему что-то непонятно. Как забыл. Смотри. Не плохо, не плохо. Я хочу, чтобы в этих нотах, вернее, была линия на крещенду. Если ты начинай снизу, пожалуйста. А потом вниз демнаем. Только на ней нет. Те ноты, которые звучат в крещенду, должны звучать. Они должны пропадать. Так. Теперь можно… Сыграть фатиссию. Да? Прямую сию пальцами. И теперь с этим же ощущением… Вот каждый… Ты уже знаешь, как звучит каждый палец, да? С этим же ощущением сыграть… Те ноты… На пианицину. Но пальцы должны оставаться таким же металлическими. Видишь, что ты ослабляешь? Вообще, когда закон нашей игры на инструменте гласит, что чем тише мы играем, тем острее кончики пальцев. Вот у тебя… Каждый раз, когда ты играешь «тише», они первый раз уходят… Уходят в спящий режим. У тебя… У тебя… Четыре пальца не работает. Сукупаду диез, да? Они не одинаково работают. Это упражнение, да? Оно должно научить палец работать самостоятельнее. Поэтому, когда ты слышишь этот… Шестиголосие, да? У тебя все… Видишь, что-то ускользает из ушей, из слуха. Ты должен быть хорошим хоромистом, да? Ты должен ослышать… На Кагаруси партию каждого хориста. Они у тебя халтуют. Кто-то за 30 тысяч больше хорит, кто-то не хорит. Да, но теперь мы с тобой расхватываем это хоровое звучание. Они каждый раз уходят очень-очень. И это вот… Вот так вот, наверное, на Кагаруси… Уже лучше. Только заставляю, пока они кончики… Обязательно не работают. Потому что чем более ряло они будут, тем больше будет опасности для того, что они выстрелят. И это еще хуже, чем они не прозвучают. По-другому не прозвучали. И, честно говоря, более-менее разобрались в гармонии, хотя, конечно, не везде получается, потому что каждая позиция нужна специально получать, потому что есть неудобные какие-то позиции, а где, например, тоже так, она, конечно, очень провязывающая. Вот, наша задача теперь сыграть. Копление какой-то внутренней такой очень мрачной энергии, еще пока только зреет, но уже сгущается куча статей. И отходим к тебе сразу, здесь такое уже сгущающее соло. Здесь у тебя такая же проблема, как и там, да? Это просто длинная нота, она часть гармонии, не надо ее выделение, не надо делать. Если у тебя это очень много, послушайте, почему они должны быть вместе, а так они и должны звучать. Послушайте. Вообще фокус заключается в том, что если есть основная главная нота, если это трей диез, это динам-драган, ничего, кроме негоня, должно быть на первом плане. Все остальное, как матрешка, да? Внутри него. Эта линия внутри нее по дубльезу и внутри них эти шестнадцатые. То есть здесь такая вертикаль власти. Здесь это немножко более древожно, с самого начала, хотя и тихо. Особенно вот в этих вот «Пубинстанго», которые придают все больше и больше музыке. Тише, тише, тише. Тише, тише. Тише, тише. Для того, чтобы это получилось, нужно немножко схитрить. Для этого нужно эти группы немножко сблизить. Согреть их на вопрос. Не надо им замахиваться. Уже лучше, да, уже лучше. Можно немножко руку опустить? Вообще, чем… Вот смотри, пацаны, честно, не просто. Видишь, она у тебя, естественно, как лежит, да? То есть, а мы же, когда ходим с тобой по улице, мы же не… Как-то странно это выглядит. И здесь, в общем, нет, наверное, необходимости поднимать запястье, да, если на то нет каких-то металлических… Экстра необходимости, да? Уже лучше. Но все-таки, даже когда ты уже будешь играть в темпе, я бы все равно сохранил бы эти интенсионные попевки, да? Слушай, да, все-таки она на выдох спеется, на дин-н-н, да? А потом как бы ты новое дыхание берешь. Тогда в быстром темпе это придает ощущение тревоги, ощущение такого затухивающегося дыхания. У тебя… У тебя… У тебя… У тебя это статично прозвучит обязательно, да? Тут именно такая хитрость интенсионная. Да, об этом рассказывал еще когда-то очень смешил Севидов Аркадий Гаврилович. Он рассказывал про то, как его дочь у… А, нет. Правильно, да, его дочь училась у Сервитового, они обменялись с дочерью. Дочь с Эридово училась у Сервитового, и они периодически ходили друг на друга на уроки и давали советы друг другу. Да, Севидово, Сервитово и Сервитово. А они тренировались на вечерях. И однажды приходит Севидов к слесарю Нул, занимаясь одного дочь с ним, и они играют второй концерт. Духовен, он... Даже у дочери Севидова не получается. А слесарев говорит, ну давай еще быстрее. И уже доходит до какого-то совершенно такого космического этапа звучит все хуже и хуже. И Аркадий Гаврилович со свойственным ему, так сказать, темпераментом эмоциональным, он говорит, да вы же два... Ну, он не стеснялся выражения, там все-таки камера, я постесняюсь. И он говорит, да вы же ничего не понимаете, здесь же важнее внутренняя насыщенность этого ритма. И нужно сыграть гораздо сдержаннее, чтобы появилась внутренняя энергия, а вовсе темп здесь не главный. То есть, опять же, интонационная задача стоит в этой ритме, и ритмическая. И интонационно-ритмическая в обоих голосах. И здесь такая же история, особенно когда они сочетаются... Потом здесь становится на три, здесь появляется теперь два. Вот эти вот смены четыре, два, четыре, два, две восьмые, да, в левой руке, четыре шестнадцатых правой, потом шесть шестнадцатых. А здесь четыре на два, да? Славно, они совпадают левые и правые, а то бывает же и не совпадают. Это же вообще не знаю, о чем пишут в композиторе, когда они пишут. Полиритмия совершенно не понимают наших проблем. Ну, давай, поехали. Не, не надо, играй по сторонам. Пошли, стоп, далее. Когда стопая левая рука, нельзя играть на два. Позициально здесь нужно четыре плюс два. Ой, как всё запущено. Значит, здесь четыре плюс два, да? Теперь здесь шесть, здесь два. Слушай, да? Снова по очереди. И только здесь они совпадают, понимаешь, да, то есть первый раз один вариант, второй раз другой вариант, третий раз снова первый вариант, да, и потом только они звучат вместе, левый спор, можно ли они и сажать? Нет, играем. Нет, мы сценаем руку после четырех минут. Почему так коротко у нас такая короткая рука? Как тяжело, а? Делает это идея, да? Ты же устал, наверное. Это да. Четыре. После нее снимается рука. Снова снимается рука после четырех. Дальше, я не знаю, да? Дальше шесть. Да, шесть. Дальше снова четыре. Дальше снова четыре. И они сад. Ну, вообще-то, строго говоря, здесь по две, да? А здесь не снимается. Да. Для них я сыграл здесь, немножко облегчу в ряду. Я сыграл не по четырех, так как я. И, вискнух его. Вот, потому что это супер. Да, вот, если я сыграл, после четырех. Саду, я сыграл, не по четырех. Уже дым из головы идет, это чувство, я не буду больше приставать хорошо, всё-всё. Да, только здесь вот... Не надо таких маршеобразных, всё-таки... Вообще, всё время память тяготеет в этих хроматизмах, которые преимущественно вниз идут, мы всё время тяготеет, идущих темы смерти. Об этом отдельная история, у нас тут нет времени поговорить о смысле, особенно, если бы ты играл в это. Это было бы важно, особенно, если бы ты играл в целый цикл. Но вообще, я не знаю у Рахмана произведений, может быть, в ранних опусах, которые бы имели с недостаточным значением, они все меняются в единую смысловую какую-то концепцию. Особенно из миниатюр этим отличаются, на мой взгляд, тридцать девятый опус этюдов, которые вообще старались играть по одиннадцати, потому что это такой монолитный... Ну, конечно, это не кресерианы, чтобы играть только целиком, да? Но всё-таки это, конечно, единый замысел. И здесь вот эта идея вообще интенсионного объединения во всем опусе, она так же работает, так же, как и в тридцать девятом, так же, как и в тридцать тридцать третьем. Но особенно важна вот эта тема хроматического движения вниз, как хочешь ее можно трактовать, ее можно трактовать как тему смерти, как тему... не знаю еще чего... И поэтому всё-таки это линия, а не просто какие-то отдельные акценты, которые имеются на достаточное значение. Они всё-таки интенсионно должны быть связаны, да? Как и в другом. Дальше. Как и в другом. Лучше опоздать на... Иду сюда. Я имею в виду, лучше опоздать на следующую квинту и сыграть ее... Сыграть ее за тактом к следующему, чем... Она все-таки принадлежит следующей фразе. Понимаешь, да? А ты и... Получается, какой брамс, почему-то здесь. Понимаешь, позже. Понимаешь, вот здесь просто получилась фраза вот в этой... В переводе с китайского вот так. Понятно, да? Там конец, там нужно сделать запятую, поставить, да? А у эти квинты сыграть за тактом следующую фразу. ...набьетом дубасе, да, она легче. И на том, как и так далее. Так, что у неё израют. Нет, не надо, как и поставим. Да, это же такая же тема... И такое же звучание. Сюда, еще. Я бы не думал по верхнему голосу, я бы забыл по нижней. Не вверх, не здесь важнее, а ниже. Больше этого колорита. Пальц здесь нужно играть не под этим местом, не подушечкой, а, не знаю, как это называется. Ах, ладно. Может быть, стучащий звук. Это долгая атака. Пальц. Я не работаю. Я не работаю. Вот так вот. Ну, как бы, ну, конечно, выше, по каждой ноте. Какая же меня. И я на голову. И седая, конечно, каждую ноте. Ах, ладно. Можно немножко крещенок приведите за участок? Скажем, как бы третий, да? Еще маленький крещенок. Здесь она с тобой очень сильно застегает. Затем. Модель, конечно, очень быстрее получается. Только ты дальше не получишь. Это вечная правда, ему стоит поменять пальцы, так и мы оказываемся в другом измерении. Скажите, пожалуйста, еще раз, только вот этот аккорд. Это значит у нас квинтоль плюс сильная доля. Можно собрать ее скотчем? Она у нас становится мелодической, это все равно, что не значит, где у нас квинтоль есть. Ну, то есть это мелодия, которая за такт расстроится к сильной доле, да? Про диеза. Сине-желтая шаль, например, да? Это сине-желтая шаль, это что-нибудь такое, да? Ну, то есть это шаль. Ну, почему? В этом вот сумме? Нет, ну нет. Ну, это все разные слова, какие иголки уезжают. Ну, почему? Ну, нужно решать. Синтонировать, да? Еще раз. Да, теперь точно так же, чем можно. Стоп. Стоп. Еще раз этот аккорд и пиджат подвижнее. Синтонировать, да? Да. Синтонировать, да? Ну, это не энергически, да? Ну, нужно успеть спеть какие-либо слова, я не знаю, если тебе это... Эта идея особенно какая-то, если ты туда другие слова себе придумываешь. Нет, у тебя займут на ваши пальцы, да? Это очень выразительный, самодостаточный прием игр, и поэтому, когда мы сталкиваемся, например, в таком Шостаковиче это огромная проблема, как сделать так, чтобы это все не буркало и не звучало как канализация. То есть арпеджата всегда должно быть интонационно и ритмически проучено. То есть у нас, например, здесь триор плюс сильная доля. И потом, когда у нас в ушах уже есть ритмическая форма, ритмическая формула арпеджата, то есть они становятся мелодическими, они становятся ровными элементарно, и потом они становятся осмысленными, потому что у них есть какая-то крещена, какой-то элементарно, а не просто гадость. И здесь тоже синий, и здесь стремя отберет тот же синий. Фукос получается в том, что мы с тобой мелодически их не можем играть по отдельности, если мы мелодически служим, а ты все время оттопыливаешь. Последний слух, он принадлежит предыдущим. Поэтому интонационно, 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 должно быть одинаково, но у тебя не получается. Поэтому я и говорю, придумай себе какой-то текст, чтобы у тебя и интонационно, чтобы у тебя эти слова, короче говоря, превратились к вложению, превратились к смыслу, а не просто, чтобы ты по одному слогу декламировал бы каждую ноту. Конечно, для этого должно быть крещено, мелодическое. И опять печально, печально возвращается эта мазиционность, это какое-то глубокое одиночество. Последний слух. Писучит ór. Медведиа. Писår сальганов해. Писемонт exploding Taylor, И вот здесь вот эти пальцы выдающиеся Значит, здесь мы с тобой уже не будем на это устанавливаться Здесь такая же идея А можно мы с тобой всегда здесь вот такими пальцами Пожалуйста Это одна профессия Мне видно хорошо Что-то запущено, какой-то случай А что же непонятного-то? Здесь Георгическое скупление Когда мы играем такого рода пассажи, которые не очень ясно укладываются в позиционную структуру Мы должны все равно найти такую для нас удобную Такое удобное деление, которое будет укладываться в минимальное количество положений О, как я запретил, да? То есть у тебя там столько кренделей, да? Четыре или пять раз, да? На круче еще Пожалуйста Да Позиция начинается Видишь, у тебя уже три позиции Уже началось Поэтому позиция начинается еще раз и сюда Угу Ну, тогда ничего Очевидно, они там не вместе, да? Как-то звучат Или даже, знаешь, не Можете собирать общаясь за рукой Да Не имею в виду последний ампорт Да, ну, чтобы они точно вместе не звучали Так как вариант Ну, это, кстати, еще один принцип, да? Какой бы у нас там ни был пассаж Ну, за исключением, только, может быть, там конца двадцать четырёх И то можно тоже сыграть, да? Вот последнюю ноту вместе Не очень красиво, но зато наверняка Да? А вот есть пассажи, которые закоммулированы в общей фактуре То есть вот педал шестёртый заканчивается достаточно Достаточно видно, да? А вот есть, которые закоммулированы Там я всегда советую играть вместе Потому что они точно будут звучать вместе, да? И заодно высвобождается левая рука Может быть, ей там куда-то дальше нужно бежать У тебя слава богу, здесь нет, вот их и бежать, да? Ну, насколько бы как вариант Я на этом наставил Да, ну, вот именно на этой компактной ампортной, которой я наставил Потому что пока ты там будешь накручивать уже паровоз Вот эти, как на злу, мы паровоз поехали Как на злу у Рахманова не третанут Вот ещё ничего не за самое, да? Поэтому не известно Полчаса это уже... Сразу Сразу быстрее Да, да? Вообще здесь Немножечко можно схимичить И там же левую руку И очень сложно Да, 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 то есть Немножечко сблизить эти луты Выкрепляю руки Выкрепляю руки Посмотри только Когда ты выкрепляешь время Ты выкрепляешь для того, чтобы заранее приготовить Ты сейчас вверху Все равно широкуешь заранее Зачем? Ты же не подальше Вот именно То есть ты сблизила время А потом спокойно перенесла А для этого Ахония пишет Надулату Минчу Проберёвки Да? Специально Для тебя Для тебя Да, у тебя даже не подальше Все-таки Уже дырка идет из головы Ну, в общем, мы договорились, да? Здесь, в общем-то, не такая уже сложная история Пойдем дальше Доиграем Но там не третанута, кажется Там я измираю, но не третанута И более того, там вот Как-то ты говоришь Раз Два Четыре Три Потом Четыре И еще пять Специально Далее Для этого, посмотри, для этого мы с тобой все трудно. В этом теме начинали, да? Я имею в виду ночи. А зачем здесь играем быстрее? Какой компьютер, да? Давай на этом уже собираем. Ты все время меня куда-то хочешь в море свить? Правильно. А теперь внутри этого темпа все структуры должны быть затактов. Они должны иметь, как мы с тобой уже там говорили, да? Должны иметь Ачинранда, Карбы Ачинранда и Карбы Крещенда к следующей сильной доле. Потому что у нас везде затакты, да? Раз, два, три, четыре, раз. Три, четыре, раз. Три, четыре, раз. Три, четыре, раз. И немножко. Поехали? Да. Поехали? Ми, три, раз. Ми. И раз. Поэтому у нас с тобой, конечно, на самом деле должно быть только ощущение челеранда, а ощущение крещета должно замениться ощущением дюнея. Это как-то хуже, но кому еще с них попало? Давайте еще раз. Раз. И вот ты играешь крещенок в следующей седьмой доле. Все, мы забыли. Теперь это в прошлом. Раз. Еще легче. А почему опоздали? Потому что забыли. Раз. 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 Хочется расползтись наконец. В конце они как их расползали. И потом мы с тобой поможем, когда мы говорили о таком стремительном звучании аккордов. Здесь тоже самое. Здесь тоже. Хотя ощущение. Хоть их здесь все-таки должно быть ощущение три раз. Три раз. Три раз. Три раз. Три раз. Тихо, тихо. Левая, футбольная какая-то. Я думаю, что никто не учит эти последние акты, здесь чего учить. Но все-таки здесь как-то, знаешь, до конца слушают все равно. Спасибо, да? Да, тогда это должно быть раз, а дальше два должно быть как матрочка. Тише, да? Да, только тише и раньше. Раз, два, еще тише. Вот так, да. То есть это должно быть абертономно в первой нотой. Это должно быть слышно. А зачем ты не слышишь? Это я это слушаю. Посмотри, если мы с тобой сыграли этот со диез, я потом его сделаю кинуто, то не будет звучать. Да, вот я должен быть такое ощущение, как будто ты сыграл абертономно. Абертономно. Да, только тише. Тут 150 раз. Какие же абертономно, да? Ну, как теперь, последний раз вместе. Сначала. Сначала. Раз, два, два, три. Темнее, да? Тише. Тише. Да, еще левая сыграла, но это уже... Тише. Да. Спасибо. Удачи. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ